АМИ МЕБЕЛЬ Изысканные вещи от лучших белорусских производителей в новом магазине модной одежды «Гламур». Соблазнительные цены, гибкая система скидок, подарочные сертификаты, дисконтные карты. Магазин «Гламур» ждет своих покупателей по адресу город Сморгонь, улица Гагарина, 3, 2 этаж. Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». С основными из них познакомлю вас я, Анна Лешкевич. Жировки за февраль с пересчитанными тарифами белорусам придут до 25 марта. Оплатить их можно будет до 5 апреля. Об этом в эфире Первого национального телеканала рассказал министр ЖКХ Александр Терехов. Как уже говорилось ранее, в новых жировках, которые получат белорусы в ближайшее время, будет не только цифра за февраль, но и перерасчет за январь. Ознакомить с практикой работы местных органов управления и самоуправления. Такую цель ставили организаторы семинара для слушателей факультета повышения квалификации Института государственной службы Академии управления при президенте Республики Беларусь. Участники делегации побывали в агрогородках Крева и Залесье. Особый интерес вызвали вопросы совершенствования работы с населением, содержания социальных объектов, благоустройства населенных пунктов. Посещение знаковых мест Маргунского района, Кревского замка, усадьбы Агинского и мемориала памяти Первой мировой войны оставили глубокое впечатление у гостей. Работа социальных объектов, деятельность музеев, благоустройство населенных пунктов, содержание мини-полигонов, бюджетное финансирование. Это всего лишь несколько тем, которые обсуждали слушатели факультета повышения квалификации Института государственной службы Академии управления при президенте Республики Беларусь во время практического выездного занятия. Председатели сельских советов, представители со всех концов республики собрались с Маргони, чтобы обсудить актуальные вопросы жизнеобеспечения населения, работы местных органов власти и взаимодействия с другими структурами. Те объекты, которые мы смотрели, как в социальной сфере, так и вопросы водоустройства, работы предприятий, музеи, традиции, которые сегодня ярко просматриваются в работе местных органов национального управления, говорят о том, что здесь есть положительный опыт, есть чему поучиться. И думаю, что наши коллеги, которые посетили вот эти объекты, увезут с собой хорошее впечатление и то интересное, могут использовать в своей практической работе. Председатель сельского совета – это связующее звено между исполнительной властью и населением. Как правило, это люди с большим опытом работы на руководящих должностях, умеют работать с людьми. Они всегда находятся на передовой. К ним со своими вопросами и предложениями приходят односельчане. И здесь важно выслушать, подсказать и постараться решить возникшие проблемы. А для того, чтобы делать это грамотно, учитывая все нюансы, необходимо учиться и перенимать передовой опыт других коллег на вооружение, считают участники семинара. Они посетили Кревскую ясли садшколу, в музее узнали об истории создания и развития местечка Кревского замка, ознакомились с практикой работы с населением и организацией приема граждан по принципу «одно окно». О взаимосвязи органов управления с органами территориального общественного самоуправления рассказал председатель Залесского сельского совета. Усадьба Агинского создала романтичное настроение. У мемориала памяти героев Первой мировой войны делегация возложила венок. А выставка мини-техники на Сморгонском агрегатном заводе стала поводом для новой покупки. Я сама приехала из Гомельской области, Октябрьский район представляю. Гомельскую область на курсах первый раз. Стаж работает совсем маленький, два года, поэтому меня впечатлило все, мне понравилось все. Буквально и как вот посещение Крева, очень Кревский замок, очень все хорошо осветили нам. Исторические места очень хорошо у вас освещены. В сельских советах нам понравилось то, что, мне лично понравилось то, что очень много вы делаете по вопросу благоустройства. Решается много вопросов. Ну, хочу вам открыть большой секрет, что нам таких больших денег не выделяют на благоустройство. Поэтому порадовалась очень за ваших председателей. Все вы открытые очень, все добродушные, доброжелательные. И на заводе очень понравилась техника, которую вы производите. Поэтому буду всем рекламировать ваше производство, ваши агрегаты. И хотелось бы иметь такой агрегат у себя в сельском совете. Поэтому всем большое спасибо. Как отметил доцент кафедры государственного строительства и управления Института государственной службы Академии управления при президенте Республики Беларусь Валерий Клочков, традиционно каждый поток выезжает в определенные регионы республики, чтобы познакомиться с традициями края, системой местного самоуправления, получить больше информации о деятельности на местах, что дает ощутимый эффект в дальнейшей работе. Для проведения практического выездного занятия Смаргонский район порекомендовали в Гродненском областном совете депутатов. Сегодня мы встречали слушателей факультета повышения квалификации при Академии управления при президенте Республики Беларусь. Присутствовало порядка 60 слушателей. Они представляют все районы, все области республики, поэтому это такое знаменательное событие. Конечно, можно показать, и мы показали всем этим слушателям со всех областей, как наш район выглядит. Мы показали объекты и культурного назначения, и объекты производственные. И показали нашу усадьбу Агинского, Кревский замок показали. Также посетили мы агрегатный завод. Слушателям все понравилось, и они довольны, что даже сейчас не сезон, а хорошо выглядит и район, и город, и благоустройство наше. Особенно понравился агрегатный завод, выпуск мини-техники, ботоблоки, мини-трактора. Они заинтересовались, и мы надеемся, что они купят эту технику. Особенно понравилась им усадьба Агинского. Все так загорелись и будут сказать, что будут приезжать сюда семьями, участвовать в баллах, которые тут будут проходить. Поэтому я думаю, что это мероприятие очень полезное для района, и мы показали свой район. Подведение итогов выездного занятия для слушателей факультета повышения квалификации состоялось в актовом зале Сморгонского райисполкома. Это получился открытый диалог на равных, когда гости делились своими впечатлениями, а председатели местных сельских советов, где не успела побывать делегация, рассказали о своих формах работы и наиболее часто поднимаемых вопросах, с которыми приходится сталкиваться практически каждый день. Обмен памятными подарками завершил плодотворную встречу, которая станет еще одним шагом к познанию и дальнейшему развитию тех, кто всегда находится на переднем плане. В среду 23 марта с 10 до 11 часов в прямую линию по вопросам проведения проверок и расследования уголовных дел с Моргонским РОСК проведет заместитель начальника Сморгонского района отдела Следственного комитета Виталий Тадеушевич Романовский по телефону 4 20 69. Также в среду с 10 до 12 часов в прямую линию по вопросам призыва на срочную военную службу служба в резерве проведет военный комиссар Сморгонского района подполковник Леонард Иванович Гружевский по телефону 3 21 15. В четверг, 24 марта с 8 до 12 часов в прямую линию по вопросам лечения диагностики и профилактики туберкулеза проведет районный фтизиатр Наталья Александровна Снарская по телефону 2 19 36. С 20 марта по 10 июня в Беларуси наступает запрет на добычу ископалого рака. За нарушение постановления предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин для физического лица. Кроме того, придется возместить вред, причиненный окружающей среде в сумме около 1 миллиона рублей за каждую особь рака, выловленного в запретные сроки. Телефон доверия инспекции 3 26 74. Трудоустройство граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции Сморгунского РВД на постоянную работу и обеспечение их занятости, это всего лишь некоторые цели, которые ставят перед собой организаторы профилактической акции «Не упусти свой шанс» и армарка вакансий. Это мероприятие также является одной из форм профилактики рецидивной преступности. Изучение уголовных дел о преступлениях, совершенных ранее судимыми лицами, показывает, что основными причинами совершения преступления по-прежнему являются злоупотребление спиртными напитками, незанятость подучетных трудом, ну и нежелание самих подучетных становиться на путь исправления, вести законопослушный образ жизни. Кроме этого, у ряда лиц наблюдаются высокие общекриминальные установки. В целях оказания влияния на состояние оперативной обстановки, исключения причин и условий толкающих ранее судимых лиц на совершение новых преступлений. 23 марта текущего года на базе суда Сморгонского района для указанной категории лиц запланированы к проведению профилактические акции «Не упусти свой шанс» и ярмарка вакансий. Комплексный подход в решении проблем аддиктивного, зависимого поведения несовершеннолетних стал главной темой круглого стола, который проходил на минувшей неделе на базе Сморгонского социально-педагогического центра в рамках антинаркотической акции «Миссия жить». В ходе работы круглого стола были высказаны мнения представителей разных ведомств по проблеме профилактики, распространения и употребления токсических и психоактивных веществ алкоголя в подростковой среде. Угроза алкоголизма и наркомании, особенно в среде подростков, является актуальной и одной из серьезных социально-педагогических проблем в современном обществе, отметили участники круглого стола, который прошел на минувшей неделе в конференц-зале Сморгонского СВЦ и был приурочен к проведению антинаркотической акции «Миссия жить». Анализируя ситуацию алкоголизации несовершеннолетних, употребление спиртных напитков подростками необходимо рассматривать как одну из форм нарушения поведения, определили специалисты. Особенно тревожным фактом является раннее приобщение и быстрое привыкание к спиртному несовершеннолетних. Участники круглого стола поделились опытом межведомственного взаимодействия различных структур города по профилактике вредных привычек в молодежной среде, рассмотрели систему работы учреждений образований по предупреждению употребления алкоголя и наркотических веществ среди обучающихся. В рамках круглого стола мы хотим обсудить такое направление работы, как профилактика употребления наркотиков и алкогольных напитков среди несовершеннолетних. Актуальность обозначена тем, что, к сожалению, по статистике наркомания молодеет. Молодые люди начинают уже примерно с 11 лет употреблять психоактивные вещества. И мы, как учреждение образования, обязаны просто с этим всем бороться и проводить определенную работу. Для того, чтобы обсудить основные направления проблемы и пути решения данной проблемы, мы собрали сегодня специалистов различных ведомств. Как отметили организаторы, за круглым столом участники собрались для того, чтобы определить новые подходы в профилактике аддиктивного поведения подростков и пути взаимодействия всех заинтересованных ведомств и служб, найти практические методы для привлечения внимания родителей и общественности для борьбы с вредными привычками. В ходе мероприятия обсуждался широкий круг вопросов, связанных с психологией зависимого поведения, организацией, формами и методами профилактики наркомании в молодежно-подростковой среде. По линии наркоконтроля за 2015 год было зарегистрировано 16 преступлений, связанных с хранением, распространением наркотических веществ и порнопродукции. Эта тема в последние годы является очень актуальной, так как появляются новые виды наркотиков. Это курительные смеси, смеси спайс, которые очень распространены в молодежной среде. И так как век развития высоких технологий и интернета, данные наркотики в основном приобретаются через интернет и другие источники. Работа проводится, в том числе посещается лицей различных школы нашего города, проводится профилактическое мероприятие, доводится несовершеннолетним ответственность за незаконный оборот наркотиков, пагубное влияние данных наркотиков и иные вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Беседа получилась содержательной и полезной. Присутствующие внимательно слушали выступающих и, самое главное, в ходе встречи активно участвовали в обсуждении поставленных вопросов. Собравшиеся решили продолжить совместную работу, уделив особое внимание развитию личностного потенциала обучающихся, правовому просвещению родителей, размещению социальной рекламы в учреждениях образования, пропаганде культурных и нравственных ценностей. Международный день счастья 20 марта отметили во многих странах мира. Появлением торжества человечество обязана Генеральная ассамблея ООН. Дата была выбрана не случайно. 20 марта – это день весеннего равноденствия. Таким образом, организаторы праздника акцентируют внимание людей на том, что каждый человек в мире, независимо от своего положения, происхождения и предпочтений, имеет равные права на счастливую жизнь. Что же такое счастье? У сморгонцев выяснил наш корреспондент Виктория Бичурина. Конечно же я счастлив. Я студент Белорусского государственного университета Республики Беларусь. Учусь, успеваю, все хорошо пока что складывается в жизни. Но стараемся, конечно. Счастье – это когда здоровые дети, когда здоровые родители, бабушки, дедушки, когда им дается возможность прожить больше, чтобы поддержать нас. Вот это называется счастье. Когда люди имеют возможность доставлять удовольствие другим и себе, соответственно получать взамен. Для меня счастье – это, конечно же, в первую очередь семья. И да, я счастлива, потому что меня окружают мои близкие, родные, дети. Главное – здоровье и все такое остальное, чтобы благополучие было в семье. Это взаимопонимание в семье. Главное – уметь идти на компромисс и понимать друг друга. Не зацикливаться на мелочах и все будет хорошо. Для меня счастье – это когда все в доме, в семье здоровы. И я счастливый человек, можно сказать. Для меня, наверное, личное счастье – это когда родные счастливы. С самой проблем нет никаких. И, в принципе, ни в чем не нуждаюсь. Наверное, вот это и счастье. Я думаю, что я очень счастлива. А что для меня счастье? Ну, я, наверное, когда есть такой душевный покой, когда есть близкие люди, которые готовы меня поддержать, понять, принять меня такой, какой есть. Это самое главное. Счастье для нас – это здоровье. Не только здоровье. Счастье, когда у нас есть дети, наследники, которые нас радуют, наше будущее. Ну и все, что в жизни удачно получается. Ежегодно по окончании первой недели Великого Поста христиане отмечают праздник Торжество Православия, созданный в память о том дне, когда Православная Церковь отвоевала право почитания икон и навсегда покончила с ересью иконоборчества. Это торжество любви и единомыслия. Церковь еще раз напоминает, что каждый день Великого Поста для верующего – это маленькая победа человека над духовными страстями. Почти все великие православные праздники предваряются телесным и духовным воздержанием, которое называется постом. Пост для христианина является настоящей духовной школой. А поститься – значит заботиться о спасении души своей, отмечают священнослужители. В это время организация жизненного уклада православного верующего должна быть направлена на искреннее прощение обид, совершение добрых дел и духовное воспитание. Склонность к сожалению человека бывает такая, что он замечает какие-то недостатки у других. Наверное, каждый со мной согласится, что мы с легкостью делаем какие-то оценки другим людям, даем какие-то характеристики. К сожалению, очень часто склоняемся к осуждению другого человека. Но вот заглянуть в свою душу, увидеть, что там у нас внутри, не каждый может. И вот именно это время Великого Поста предназначено для того, чтобы каждый христианин более ответственно отнесся к этому периоду, и чтобы он действительно посмотрел, в чем он может исправиться. Пост должен помочь человеку понять, кто он такой, способен ли он любить, делиться, сострадать, жертвовать ради другого человека. В этом смысле пост – это очень важный подвиг. Верующим в пост лучше посвятить больше времени общению с детьми, родителями, чтению духовной или классической литературы, посещению церкви, советуют духовные наставники. Пост – это удивительное время, которое верующие сморгонцы называют духовной весной. Надо со смирением понять, что такое пост, воздержание во всем, всяких увеселениях, в пище надо воздержаться обязательно. И стараться, главное, внутри, чтобы было такое покаяние, чтобы мы смирялись внутри, никого не осуждали, простили всех наших, кто нас обидел, может, и мы кого обидели. Не осуждать, вред, самое плохое, ни о ком не думать. Самое главное, чтобы внутренне чувствовать, что ты очищаешь себя, идешь к этому большому празднику. Может, прощение всем своим родственникам, и мы, чтобы меня все прощали, чтобы стараться никого не обидеть, чтобы, я живу с пожилой мамой, чтобы, ну, наверное, делать добро какое-то, хотя бы, ну, хоть чуть-чуть что-то изменить в своей жизни к лучшему. Люди перестали общаться. Сами вы, наверное, представляете, что общения сегодня очень мало в нашей жизни. Поэтому, я думаю, люди должны ходить в церковь, чтобы как-то очистить свою душу и прийти к чему-то более светлому, более доброму, увидеть хотя бы, кому надо помочь. Еще больше надо усугублять работу над собой. Ну, если кто-то там что-то, где есть какие-то привычки вредные, надо стараться их избегать. Допустим, если кто-то там, допустим, не читает Святое Писание, то почитать, больше уделять время духовному. Стараться избегать, ну, праздности, уныния. Виктория Бичурина и Александр Буров для программы «События». Врач-психиатр, нарколог первой категории Нинартович Геннадий Фомич проводит лечение алкогольной и никотиновой зависимости методом эмоционально-стрессовой психотерапии под Овженко. Кодирование. Предварительная запись по телефону 8 029 671 0003. Прием состоится 26 марта 2016 года по адресу город Сморгонь, бульвар Надежд, 71. АМИ-мебель. Скидки до 60%. Только в марте. Кухни Марта от Жлобин мебель от 6 миллионов. АМИ-мебель. АМИ-мебель. Супер-предложение месяца. Диван «Браво» всего за 4 миллиона. АМИ-мебель. АМИ-мебель. Время покупать. Кровать «Элиза» всего за 2 миллиона. АМИ-мебель. Для доставки молочной продукции требуются грузоперевозчики с автомобилем, оборудованным рефрижератором. Режим работы 2-6 градусов. Грузоподъемность 3-5 тонн. Телефон для справок 8 029 513 1260. Зима наверстывает упущенные. Впервые в этом месяце температура воздуха понизилась ниже нормы. Ночью столбики термометров опускались до минус 7-8 градусов. Днем находились в районе нуля или чуть выше. Выпал снег. И высота снежного покрова по району составляет от 1 до 7 сантиметров. Больше на юго-западе, меньше всего на северо-востоке. В ближайшие дни ждать настоящей весны не придется. На территорию Сморгонского района продолжает поступать воздушная масса северных широт. И среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы. Вторник, 22 марта, станет самым пасмурным и ненастным днем. Связано это будет с прохождением через нашу территорию холодного фронтального раздела. Облачно временами пройдут осадки с преобладанием мокрого снега. Температура воздуха в ночные часы составит 0,2, днем 1,3 градуса. Отдельные участки дорог будут скользкими. А ближе к вечеру температура воздуха понизится до 0,2 градуса. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. В среду, 23 марта, фон атмосферного давления подрастет. Появится больше прояснений. Ночью температура воздуха понизится до минус 3, минус 5 градусов. Днем составит плюс 2, плюс 4. Ветер слабый до умеренного. Возможно, небольшие осадки. В четверг, 24 марта, на территории Сморгунского района сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления. Ночью столбики термометров опустятся до минус 5, минус 7 градусов, местами до минус 9. Днем мартовское солнце прогреет воздух до плюс 2, плюс 4 градусов. Ветер северный, слабый до умеренного. Синоптики прогнозируют, что к концу недели погода изменится. Начнется весеннее потепление. Ночью температура воздуха составит минус 1, минус 4, а днем плюс 3, плюс 8 градусов. А в отдельные дни превысит плюс 10 градусов. Это были основные события нашего выпуска. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok